Что ты рекомендовал бы читать из русской классики? Почему я у тебя спрашиваю? Не только потому, что я тебя смотрю, среди политических деятелей я не льщу. И привычки такой нет, и в данном случае. Я не могу припомнить людей, которые не просто кальку западных ценностей натянули, но реально интересуются русской культурой. Если сейчас попытаться вспомнить, я не могу вспомнить сходу. Вот ты можешь как бы... Но у меня ограниченный при этом все равно кругозор. Я понимаю, но у других вообще он даже попытки не был. Поэтому что бы ты рекомендовал читать? Отдельно выделим Достоевского, как любимого писателя. Просто начинайте его читать не с преступления и наказания. Мне искренне кажется, что это одно из тяжелых его произведений. Не значит плохое, а просто оно тяжелее. Почитайте Бесов. Бесы читаются как детектив. У меня есть любимое произведение, мне не любимое. Давай любимое. Я говорю Бесы. Бесы Достоевского. Это произведение, с которого стоит начать. Любимое, братья Карамазова, оно сложнее. Не стоит начинать. Оно потрясающе, оно гениальное. Но, на мой взгляд, Бесы, как первый, как вход в Достоевского, гораздо лучше работают. Идиота, конечно. Кроме Достоевского, что бы еще ты порекомендовал? Представь, что тебя смотрит человек, который не читал ничего. Прочитайте «Москва петушки» Венчика Ерофеева. Что это вообще? Это лучший писатель, самый афористичный, смешной писатель второй половины 20 века, который писал на русском языке. Он был советский или бело-эмигрантский? Нет, он советский. Он в 80-х писал. А, в 80-х. И написал это произведение. И это произведение, оно уникально тем, что это русский самородок. Это человек, который умер от алкоголизма, который всю жизнь был алкоголиком. И это произведение, при этом, был невероятно талантлив. Как часто алкоголики бывают. И невероятно афористичным языком в этом произведении описал состояние белой горячки. В общем, это абсолютно гениальное произведение, афористичное, с кучей отсылок на литературу. Вот буквально, просто прочитайте, оно понравится, легко читается. Оно необъемное. Я плохо продал книжку, при этом вы не оторветесь, когда начнете ее читать, она с первых страниц вызывает невероятный хохот. Это триприпорт или что? Это триприпорт, да. Понятно. Триприпорт. Русский беспощадный, беспощадный. Да, только, слушай, это на самом деле, никогда не думал в этом контексте. Да, это именно триприпорта. Триприпорт человека, который умеет писать, вот так еще скажем, да? Да, да. В общем, это круто. Ильфа Петров, 12 ульев, Золотой Теренок. Тому, кто смотрел кино, есть смысл читать? Абсолютно есть. Гораздо насыщенней, гораздо афористичней. Вы также удивитесь, какое количество на самом деле того, что мы считаем пословицами, никакими пословицами не является, а является цитатами из Ильфа и Петрова. Но снова обращу внимание, что мы тут советуем человеку, который ничего не читал, с чего войти в литературу. Ильфа и Петров очень легко вводятся. Дальше. Меня причем интересует именно с точки зрения понимания и вторжения в русскую культуру. То есть вот что... Ильфа и Петров – это прям ткань русской культуры. Я на всякий случай. Окей, хорошо. Ну, в таком случае, может быть, я неправильно венечку Ерофеева посоветовал. Да нет, это один из аспектов, который не должен быть фронтальным при знакомстве с русской культурой. Но он неминуемый, с которым надо столкнуться. Почитайте «Горе от ума». То есть тоже. Это очень короткое произведение. Потрясающе хорошо состарившееся. Афористичное. И снова вы будете читать и каждый раз удивляться на каждой странице, что, оказывается, это цитата, а не пословица. Потому что так же оказало невероятное влияние на развитие культуры. «Горе от ума» читается легко. Это вот как бы та часть школы, она прививает ненависть к литературе. И всё, чему она учит, кажется такой казёнщиной. А это не казённое произведение. Оно потрясающее абсолютно. И в отличие от Пушкина, который гениальный, который мне очень нравится, но который тяжелее, чем «Горе от ума» читается. «Горе от ума» — это прям вход в классику. Самый лучший. Вот именно в классику русской литературы. Всё, фиксируем. Начинаем с «Горе от ума» тогда. Для понимания азов, основ либертарианства. Читать. Мюррей Ротбард. «Либертарианские манифесты к новой свободе». Это буквально книжка, от которой идёт отсчёт того, что мы сегодня понимаем под либертарианством. Его же можно прочитать, что государство сделало с нашими деньгами. Просто чтобы понять, что государство сделало с нашими деньгами. Деньги не всегда были собственностью государства. Не всегда были собственностью государства. Не всегда у государства была монополия. И наоборот, когда монополия была установлена, на самом деле неравенство усугубилось. Но, в общем, об этом как раз читать у Ротбарда. Критика демократии. Демократия, неизвергнутый Бог Ганса Германа Хоппи. Я привозил его с лекции в Москву. Есть запись на моём канале. Одно из отличительных, наверное, качеств либертарианцев по отношению к либералам. Либертарианцы не являются большими фанатами демократии. У нас критика демократии – это одна из сквозных вообще тем. И вообще эта проблема, мне кажется, российской либеральной оппозиции, что они демократию и республику приравняли вместе, срастили. Абсолютно. Либерализм – это демократические ценности, демократические ценности. Вот это я слышу бесконечно. А что это значит? Это не значит вообще ничего. Это значит поддержание… Большинства. Ну, даже не то, что большинства, а тех институтов, которые существуют уже в государстве. Которые не представляют интересы общества и никаким образом с обществом не взаимодействуют. Но эта тема прям бесконечная. Что же значит демократия – неизвергнутый Бог? Почитайте. Сейчас я скажу. «Дорогу к рабству» Фредерика фон Хайка. Это Нобелевский лауреат. Одна из самых влиятельных книг, которая объясняет конфликт между коллективизмом и индивидуализмом. Объясняет сходство между нацистским строем и советским строем. Почему, казалось бы, диаметрально противоположные идеологии, почему они по методам настолько похожи. Старая уже книжка. Есть вещи, с которыми я бы там поспорил, но она продолжает представлять интерес при этом.